Сегодня у нас экспертно-этлический клуб и тема «Война в Украине». Длительность 2 часа. Первый час спикеры отвечают на заявленные вопросы, второй час у нас будет дискуссия. Наши сегодняшние спикеры – это Геннадий Максак, глава правления Совета внешней политики, украинская призма, глава общественного Совета примит Украины. Геннадий, витаю. Привет. Евгений Магдак, директор Украинского института мировой политики. Евгений, добрый день. Добрый день. Арсений Севицкий, сооснователь и директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований. Арсений, добрый день. Добрый день, Антон. Напоминаю, что мы ведем видеозапись дискуссии. Напоминаю также, что у нас по правилам клуба есть правило Chetum House Rule. Оно употребляется у нас по предварительному уведомлению, так что если вы хотите сказать что-то, что не должно попасть в видео-версию нашей сегодняшней дискуссии, пожалуйста, сообщите нам до того, как вы скажете такую фразу или такую реплику. И тогда мы будем знать, что эта фраза не должна будет попасть в запись, а остальные участники дискуссии будут знать, что с вашим именем такую фразу цитировать нельзя. И напоминаю, что у нас доступен перевод на английский язык, и если вам удобнее слушать нас на этом языке, то выберите английский в опциях Zoom. А свои вопросы вы можете писать в чат или поднимать руку, если вы хотите выступить. Также можете просить слово любым способом, только чтобы мы вас увидели. А я передаю слово модератору Вадиму Можейко. Вадим, пожалуйста. Приветствую всем. Всем добрый день. Приветствую, шановные панели и пановые. Мое имя Вадим Можейко. Я аналитик Бенрусского института стратегичных заслужений. И сегодня буду мандаровать эту встречу. У нас сегодня, в связи с Украиной, не три, как обычно, а четыре рабочих языка. Белорусский, русский, украинский, английский. И каждый из спикеров может говорить и задавать свои вопросы. Также гости на любом из этих языков. А для того, чтобы так часто включать перевод, можно с помощью института Zoom. У всех есть для этого возможность. И также к нам сегодня чуть позже присоединится Мария Авдеева из Харькова, директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации. Поэтому Антон, когда Мария присоединится, тогда, пожалуйста, меня предупреди, и мы тоже ей обязательно дадим слово. Как уже в очередной раз, третий экспертный клуб за этот год, и в третий раз не приходится выбирать тему, если бы я говорила, это, конечно, был Казахстан, мы говорили про изменения в Конституции Беларуси, то в марте, я думаю, и для Беларуси, и для тех наших стран, это, в общем, и не может быть другой темой, кроме войны в Украине, которую, не всяк вас сомнения, развязала Россия. Обратили внимание, что в формулировках вопросов нашей сегодняшней дискуссии России упомянута, но действительно очевидно, что она так или иначе тут присутствовать будет. И сегодня мы хотим поговорить, потому что у нас всех, очевидно, есть огромное количество эмоций, для тех, что есть происходящее в Украине, это война, это очень близкая вещь. Но мы в том числе поэтому все-таки провели экспертный аналитический клуб в первые дни войны сейчас, уже через месяц, потому что очень хочется не только раздеть свои эмоции, тем, что это понятно, но и попытаться проанализировать происходящее и проанализировать не только то, что уже произошло, и не то, что происходит, а смотреться взглядом в будущее. Что ждет нас, что ждет в ближайшем месяце Украину, как все это повлияет на Беларусь, как повлияет на систему международной безопасности в целом. Вот эти вопросы мы сегодня будем рассматривать. И поэтому я тогда попрошу, наверное, давайте начнем, как всегда у нас по традиции, все спикеры, мы послужим, что спроцвобно, каждому вопросу подочередно. Поэтому давайте начнем с первого вопроса, чего Украине ожидать в ближайшем месяце. Я думаю, тут каждый может отвечать со своей перспективы, кто-то может рассуждать, не знаю, как мы, про непосредственное передвижение военных сил, кто-то про международные перспективы, про внутреннюю политику, про армию, про информационную безопасность. Кто-то может по разным трекам рассмотреть ситуацию. И, как всегда, идем в том порядке, как у нас вначале обозначено. Только Мария Авдеева к нам из Харкова присоединиться чуть позже. Поэтому вначале я хотел бы дать слово Геннадию Мексаку. Геннадий из Черникова. Тот случай эксперта аналитического клуба, когда локации людей, в общем, важны. Это все горячие точки на карте. Поэтому, Геннадий, как тебе видится, что Украина ждать в ближайшем месяце? Добрый день, шановные друзья. Действительно, я родом из Чернигова, но, как вы понимаете, если бы я выходил на разы из Чернигова в эфир, то, наверное, ничего с вами не вышло, потому что и контакты телефонного с родными близкими не всегда мы имеем. Поэтому Геннадий хочет активно и может активно долучаться до різной формы подстоянья. Мы хотим, мы делаем это из всей Украины, не только из Чернигова, но и из захинных областей тоже, где я сейчас вы мушенны находиться. Отже, до вашего вопроса, Вадиме, маю таку простую ответственность. 23 лютого мали зустріч с нашими партнерами, с дипломатами, с международными и иноземными журналистами. И они пытались, ну так что, будет, не будет війна? Как это все бачится? И мы тогда еще так, очевидно, что на свой якийсь первый эфирный башгу, ну, яка полноценная війна? Ну, это же не рационально. Сколько сразу будет санкций? Сколько там армия украинская до того готова? Тому это не будет? Хибо что там действительно будет провокировать нас на Донбассе, намагаться, расширить эту зону, у кого-нибудь третий. Мне кажется, у нас прервается связь, и я в камере Геннадия не слышу сейчас. Нет, я тоже не слышу, возможно… Геннадий там прогревается или нет? Алло, алло. Так, сейчас слышим через слово, если есть невозможность переключиться на другой сигнал, давай попробуем сейчас, пока связь есть. Ну, то еще на разе спрашивали… Геннадия, мы, к сожалению, не слышим. Слышим вы, Геннадия. Тогда, наверное, может быть, сейчас вадим слово Евгену Магзе, Евгену Валикарсенко четкое, и, может быть, Геннадия надеялась со временем наладится связь, понимаем все сложности с учетом обстановки в Украине. Витаю, шановные коллеги. Ну, по-перше, дякую за интерес до того, что у нас происходит. Я понимаю, что этот интерес не просто соседский, не просто поделиться через паркан, что у вас там такое. Я бы сказал, что на экспертном уровне чувство зацикавленности с белорусского боку набагато выше, чем на пересечном. Ну, мы поговорим еще про те, что это означает для Белоруси. Я думаю, что Украина продовжит диву, потому что украинские силы, что украинские силы уже удивили Европу и свят, адже захидные эксперты в массе своей перед 24 лютого говорили, что успех российской армии будет близковичным. Таким образом, этого не случилось и уже не случилось. Мы спостерегаем не лишь військовые успехи, но и консолидацию украинского общества. То есть, Украина не развалилась, Украина будет двигаться дальше. Чи очікую я, что мы швидко станем членом Европейского Союза или НАТО? Ні. Бо я понимаю, что в умовах войны нас никто туда швидко не прийму. Чи очікую я швидкого припинения войны с боку Росии? Ні. Бо прогнозировать действия кремлевского маньяка нужно на рациональных данных. А рациональных данных тут нема. Чи можливі нові жертви серед украинців? На жаль, так. Ви знаєте, я не буду вантажити цифрами. Загинули більше ста українських дітей, і ця цифра постійно збільшується. І ви знаєте, ця цифра, вона не дає спокою дуже багатьом людям, тому що в поєднанні з кількома мільйонами людей, які поїхали, змушені були тимчасово поїхати з України. Це свідчить про те, що нам загрожує серйозна демографічна катастрофа, ну і людська катастрофа, якщо ми згадаємо про Маріуполь, ну про Чернігів вже говорив сьогодні Геннадій, про Харків, скаже Марія. Київ поки що не настільки сильно постраждав, але теж, скажіть, хто з вас місяць тому міг уявити, що ракети будуть лупити по Києву? Я думаю, таких людей, в принципі, одиниці. І тому Україна продовжить дивувати. Я скажу головне на мою думку. Україна зараз завершує процес формування української політичної нації. І успіхи українських військових в цьому сенсі мають дуже вагоме значення. А про інші аспекти ми тоді поговоримо в наступних колах нашого обговорення. Дякую. Дуже дякую, Євген. Ігнат, чи з нами? Я вас чую, чув Євгена. І, в принципі, я думаю, що тут на цій точці зору сходяться в багато в чому. Дійсно, я починав з того, що мені важко було передбачено 23-го, що 24-го вже почнеться повномасштабна віна. Але те, що ми побачили, серед того всього жаху, що ми переживаємо, ми бачимо певні і, як на мене, гарні новини. Євген вже сказав, що це дійсно нація. Ну, гарна нова в тому, що спецслужби Росії такі ж корумповані і прогнилі, як і інші сфери. І інформаційна підготовка до війни, власне розуміння, ментаритету українців, що вони не здадуться, що вони не втечуть, якщо вони готують оборотися, ну, цього не було. Ті зливи, чи то були, ну, я не знаю, наскільки там вірогідність з тих документів, які підписуються анонімними співробітниками ФСБ, вони дійсні, але, ну, картина дійсно співпадає з тим, що ми бачимо в реалі. Тобто розуміння того, як діяти в Україні, в Росії немає, і це для нас гарна новина. Інша гарна новина, що дійсно друга в світі за величу армія, показала себе, ну, просто, я навіть не знаю, там, Арсеній, як військовий експерт, може, дасть нам якась іншу дефініцію, але діймається просто, ну, в певному випадку, окремі циркові декробатичні трюки, аніж робота з силоспрямованої армії, яка має свої ешелони, яка має свій резерв, яка має своє бачення, як забезпечувати роботу фронтів і телів. Тому, я думаю, що тут теж ми бачили, що готуватися до попередніх війн, тим більше відпускати до України строковиків на пів пригодні до військових дій техніці, це було самогубство. Ми бачимо, що самогубство зараз здійснюється з точки зору як військових керівництва, так і взагалі Кремля. Тому це гарна новина. Погана новина, що не маючи змоги воювати і вигравати з українськими військовиками, вони починають воювати з населення. І це, на жаль, та тенденція, яка буде продовжуватись. Зараз, дійсно, вчора, наприклад, був зруйнований останній транспортний, скажімо так, автотранспортний міст, який з'єднував Чернігів з Києвом і, зрештою, міст в центрі України. Ну, власне, ми бачимо, що це знову готується, ми називаємо це умовно, на жаль, другий Маріуполь, це буде наматися робити блогу, гуманітарні кризи і, тим самим, спонукати або вважати, що це може винутити нас піти, напевно, капитуляцію, про яку намагаються нам говорити Лавров і його команда. На жаль, ми не бачимо військовиків, які дійсно зараз вищий ешелон, які можуть з'яватися в ефірі. Не знаю, що з ними. Сподіваюся, з ними не все-все добре. І десь вони відчувають і моральну відповідальність керівництвою, що можуть бути якісь інші з ними пригоди трапитись. Але все ж таки, тобто, гуманітарні кризи будуть множитись, на жаль. І тут, я думаю, що ми можемо говорити про те, як нам сконсульдувати цю підтримку. Щоб не бути довгим в цьому раунді запитань, ще гарна новина. Дійсно, і Росія, і, наприклад, ми в Україні, можливо, не розраховували до кінця, що рівень солідарності буде аж настільки високий. Ми можемо в себе в Україні сперечатися, говорити, що які НАТО казли, що вони не підтримали, не створили нам безпольотну зону і все інше. Але ми розуміємо ліміти, власне, геополітичної організації. Але той рівень підтримки економічного, який ми бачимо на рівні, власне, організації Керапецький Союз, Велика Сімка окремих країн, ну і, власне, позицію санкційну і тиску з заходу, показує, що це є перспективи, як написано, війна в Україні, так, у вас назва. Ну, це теж ми можемо сперечатися про назву, але не про це. Це дійсно, ми бачимо, що може перспективи перемоги в цій війні в Європі, де Кремль може знати зовсім не тієї поразки, навіть мінімальної, яку не можеш собі десь там уявити, а це буде дійсне знищення цього режиму. І ми маємо, в принципі, в українській місію, ми гинемо, але ми гинемо за Європу, на жаль, і я думаю, що цей рівень підтримки може все ж таки дотиснути то, що Кремль просто посипеться, як картковий будинок. На цьому ж ви пали. Дякую. Антон, якщо нас не підключилась ще Марія. Вадим, я пока що Марія не вижив. Хорошо, я попросив вас підключатися своїм іменем. Ну що ж, тоді, поскільки ми сьогодні, у нас очевидно, вибуховждаємо Україну, це музика України, але всі таки білорусський експертоналитичний клуб, тому що називається у вас в одному листу, Арсений. Мені кажа, якраз для сьогоднішній теми логично тебя позвать, обсудить і з воєнну точку зрения, і з точки зрения міжнародної політики, тому прошу, які твое ощущення, понимання, що в ближайші місяці Україну ждет? Уважаємі колеги, добрий день. Спасибо большое за приглашення і возможность поділитися з вами моими оцінками. Начну я з самых оптимистичних оцінок. І мені кажеться, що Україна, якщо ще не виграє цю війну, то як мінімум виграє. Виграє Україна цю війну як мінімум морально, об'єденив весь мир, мобилизував підтримку і прямую, і непрямую мирового сообщества, при том не тільки западних країн, але і даже країнського 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 регіону, виграє Китай. Ми бачимо, що в військовому плані Україна виграє цю війну. І мені кажуть, що є всі основи говорити о тому, що вже в ближайші полтора місяця ситуація може бути переломлена на пользу України. І в такому сценарії нельзя ісключати, що будинні дальніші переговори будуть проходити вже на условіях України, а не тих ультиматумів, які сьогодні формулирує російська країна. Наконец, Україна може виграє цю війну политично, подчим я подразумеваю достаточні серйозні соціально-политичні трансформації в самій Росії в случае пораження в цій війні. Зараз я перейду к новостям не дуже хорошим, але, к сожалению, без них никуди не обійтись. С моєї точки зрения, ближайші полтора місяця, два, полтора, два, три місяця стануть решаючими. І, якщо Україна зможуть выстояти, то це, конечно, буде коренний перелом в цьому конфлікті. Діло в тому, що вже в апреле починається кампанія по демобилизации российських военнослужащих. Це значить, що маю-июню на дембель отправиться около 135-150 тисяч российських военнослужащих. і це говорить о тому, що у Росії возникнут дуже серйозні проблеми з допомінальними резервами, які можна вбросити на ведення боєвих действів. Ми видим, що ці резерви вже ісчерпані, як мінімум оперативні, в ряде военних округів, це прежде восточний і южновоєнний округ. Там проходять такі скрыті кампании по мобилизации, але вони не приносять желаємого результата. І ограниченість данних средств і ресурсів підталкиває російське руководство к тому, щоб попытаться добитися максимального результата путем ескалації. боєвих действий вже на протяжі ближайших полтора, двох, трех місяців. При тому, що ми видим, за цей місяць боєвих действий ракет 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 висок висок точного оружия і переходит все більше і більше к використовню так называемых висок неизбірній пораження, висок висок артиллярію і неуправляємі авіаснаряди, що в итоге приводить масовим разрушенням гражданської інфраструктури і потери середі гражданського населения. і ця ескалація, с моєю точку зрення, в ближайші місяці буде відбуватись зі всі відбуваючими гуманітарними відбуватисью. І я не виключаю, що вже в ближайші неді Москва попробує реалізувати частично цю сирійську тактику, коли окружені міста активно унічтожаються с помощью коврових бомбардировок для того, щоб провоцірувати миграціонний кризис, с одной сторони гуманітарну катастрофу, а вот, як Геннадий сказав, с другой сторони принуждать українське руководство і западні країни переговори на условіях Кремля. І я не виключаю також, що Кремль попытається совершити рейд на Київ. Це може може зробитися вже в обозрі будучі в течіні ближайших 1-2 недель. Ми видим, що на территорії Беларусі для цих целей формирується групіровка. і це, пожалуй, те плохі новини, с которими я хотів з вами поділитися. І вони явно свидетельствують о том, що нам следует ожидати ескалації будь-вот действий в ближайшее время. Але мені кажеться, що ісход цей ескалації абсолютно не предрешен. І більше того, якщо Україна зможе заручитися дополнительной военно-техніческой поддержки со стороны стран Западу, і не только, то уже в середине апреля картина на театре военных действий може выглядеть совершенно по-другому. Ключевым вопросом здесь сейчас являются поставки тяжелых систем ПВО, которые лишат российский ВКС якого-либо превосходства, это громко сказано, контроля над воздушным пространством Украины и позволит украинским вооруженным силам перейти к контрнаступлению на ряде направлений, в том числе, вот, я так понимаю, создаются все предпосылки для попадания в группировки российских войск, которая сейчас находится севера от Киева, из запада от Киева в котел, и при сохранении темпа поставок других летальных вооружений, прежде всего, противотанковых систем, ударных дронов, а также барражирующих боеприпасов, можно ожидать, что уже середина апреля вооруженные силы Украины смогут перейти в контрнаступление и взять инициативу в свои руки. Что это означает для Беларуси? Это означает, что в условиях, когда у России уже исчерпаны резервы, Кремль будет добиваться Александра Лукашенко прямого участия наших вооруженных сил в данном конфликте. Особенно в случае, если вот этот котел под бучей, как его сегодня называют, станет реальностью. И мне кажется, что это перспектива опять же от ближайших 10-14 дней и к сожалению, несмотря на отсутствие каких-либо реальных намерений белорусской стороны принимать прямое участие в этом конфликте, вероятность развития данного сценария я бы оценил как достаточно высокую, как и в случае с самим фактом предоставления белорусской территории России для совершения акта агрессии против Украины вопреки тем гарантиям безопасности, которые озвучивались последние годы на самом высоком уровне. Опять же, я не ожидаю никакого коренного перелома в пользу России из-за самого факта вступления белорусской стороны прямые боевые действия против Украины. Наоборот, здесь следует ожидать достаточно серьезных социально-политических последствий уже внутри Беларуси, потому что очевидно, что Россия заинтересована в использовании вооруженных сил Беларуси только в качестве своего рода такого пушечного мяса для того, чтобы попытаться рассеять силы вооруженных сил Украины, деблокируя этот котел под Бучей, или же наоборот распылить их на других направлениях. И пока что единственное, что сдерживает Беларусь от участия в этом конфликте, является осознание и Лукашенко, и прежде всего военным руководством катастрофических последствий от вступления Беларуси в прямые боевые действия. Но, к сожалению, приходится констатировать, что и как в случае с нарушениями гарантии безопасности для Украины. Я напомню, что с 2014 года Александр Лукашенко заявлял, что никогда не допустит использование территории Беларуси российскими войсками для агрессии против Украины. заявлением беларусской стороны о отсутствии подобных намерений также нужно воспринимать достаточно критически, но вот опять же с учетом всех этих обстоятельств. Ну и И, наконец, если с середины апреля при условии дополнительных поставок системы вооружений из стран Запада, мне кажется, ряд достаточно серьезных решений будет принят по итогам переговоров американского президента Байдена с союзниками по НАТО и Европейским Союзом во время его европейского турне, то действительно это перелом, который по сути будет означать поражение России в этом конфликте. И здесь мы приходим, ну скажем так, еще не очень хорошим новостям, Дело в том, что согласно российским доктринальным документам вот в подобных случаях, даже в условиях, когда Россия проигрывает конвенциональную войну, Кремль может применить тактическое ядерное оружие для того, чтобы попытаться склонить чашу весов в свою пользу. И мы видим, что к этому сценарию в Москве готовится как минимум с 20-го, с 19-го февраля. Впоследствии даже были силы стратегического сдерживания были переведены в особый режим дежурства, что также намекает о рассмотрении подобной опции кремлевским руководством. Но даже в случае применения этого тактического ядерного оружия, которое прежде всего должно будет оказать некий психологический эффект на украинское руководство, общество, на международное сообщество, чтобы принудить Украину и Запад капитуляции. Я все равно не вижу здесь шансов для России выйти из этого конфликта победителя. Дело в том, что мы уже наблюдаем достаточно серьезные элитные расколы и противоречия в российском эстеплишменте. И сейчас речь идет не только о чиновниках гражданской администрации или российских олигархах, но даже о высшем военно-силовом руководстве. В частности, вот это пропажа министра обороны, начальника генерального штаба вооруженных сил, это отсутствие командующего операцией, постоянного командующего операцией, так называемой. Они свидетельствуют о том, что действительно внутренне внутриэлитная ситуация, достаточно напряженная и на фоне провала так называемой спецоперации вероятно кремлевское руководство вынуждено быстро ратировать кадры и во многом это связано в том числе с тем, из-за этого лично мое мнение, поражение России в этой войне обусловлено тем, что российская армия к такому конфликту не готовилась. и если обратить внимание на риторику, в которой апеллируют и Владимир Путин и ряд других чиновников его гражданской администрации, складывается такое впечатление, что как и в случае с введением советских войск в Афганистан, решение о начале этой операции принималось без каких-либо консультаций с военным блоком. И как и в случае с Афганистаном, когда огромное влияние на решение оказал комитет госбезопасности, здесь мы видим, и это тоже читается в риторике, огромное влияние прежде всего ФСБ, службы внешней разведки на это решение, но никак не армейского командования. Я не исключаю, что изначально, когда Россия концентрировала группировку вокруг Украины, армейское командование исходило из сценария, когда нужно будет зайти на территорию де-факто подконтрольную сепаратистским республикам ДНР и ЛНР после признания и сдерживать возможное наступление украинских войск в ответ на вот это решение Кремля. И поэтому вот это присутствие должно было играть скорее такую психологическую роль, нежели действительно каким-то образом создавать активные угрозы безопасности. И мне так кажется, что решение Владимира Путина об объявлении спецоперации стало тоже большой неожиданностью для армейского командования. И отсюда мы видим все вот эти проблемы, с которыми вооруженные силы России столкнулись в первые недели. Во-первых, это отсутствие какой-либо тактики. Да-да-да, я заканчиваю. Спасибо, это может быть заканчивается, что у нас получилась и Мария, в том числе, пока она доступна связи с ней поговорить. Хорошо. То есть мы видим вот эти проблемы, с которыми российские войска столкнулись в первой неделе боевых действий. Это отсутствие должного материально-технического обеспечения, инженерной подготовки и медицинского обеспечения. И отсюда такие потери, то есть порядка 50-60 тысяч человек убитыми и ранеными. Это значит, что треть группировки, которая была создана для или развернута вокруг Украины, она является уже недееспособной. Поэтому здесь остается только пожелать дальнейших успехов нашим украинским друзьям, стойкости боевого духа, ну и победы в этой войне. Спасибо. Спасибо действительно. У нас время идет. Мария сейчас нас слышит, пишет, что она сейчас по дороге, поэтому через 5 минут к нам включится с моим выступлением. Давай тогда будем постепенно начинать обсуждать второй вопрос о влиянии войны и ситуации в целом, какое будет иметь последствия в Украине влияние всего этого на перспективы для Беларуси. Потому что мы, понятно, Беларуси не можем смотреть и с этой перспективы. И, наверное, тоже есть очень такие разные взгляды, начиная от негативного уже сценария худшей присутствия в российской войне в Беларуси. Он сбывается. И, может, вспоминаю, годы назад мы еще активно говорили будут российские военные образы, еще не будут или будут военные лаверия в Англородном, насколько это важно. Но все разговоры вообще закончились. Напрямую присутствие российских войск в Беларуси более чем масштабных. С другой стороны, можно и очень пессимистично строить прогнозы насчет того, что проигрыш России, крах режима Путина, отсутствие поддержки для Лукашенко. Как всегда, правда, наверное, она где-то посередине. Поэтому давайте тоже посмотрим. здесь тоже интересно смотреть, в том числе из Украины, с Украины, в Украинской коллеге, о том, как Иван это видится. Сейчас не вижу, Геннадзе с нами на связи или нет. Как раз здесь включи камеру. Если сейчас не вижу, тогда Евген, прошу. Питание Беларуси это насправді, знаете, мы сейчас говорим в экспертном среде, поэтому много из нас понимают и особо знают одно и, соответственно, нам, я думаю, нужно говорить отверто. Я тут не беру, подкреслюю, не беру правила Четемхаус, бо я не приховую свою позицію. Війна робить сприйняття чорнобілим. І нема нічого дивного в тому, що, за даними групи рейтинг, 84% опитане громадян України бачать Білорусь ворожую. Тому, що з території Білоруси вилітають ракети, піднімаються літаки, зайшли російські війська в район передмістя Києва. Я не буду перераховувати факти, які відомі. Але я думаю, що на сьогоднішній момент ми перебуваємо біля не тонкої червоної лінії, а між двома білими смужками, де є червона смужка, дуже символічна. Про що я? Позиція Лукашенка вже зрозуміла. Він співучасник воєнного злочинця Путіна. І будь-хто, хто бачив кадри Маріуполя, і будь-хто, хто бачив, як прилітають ракети по Києву, і будь-хто, хто, я вже згадував, про вбитих українських дітей, він розуміє, що я правий. Але безпосередня участь поки що гіпотетична. Ця гіпотеза обертається чотири тижні. З першого дня російського вторгнення була інформація, що білоруські військові теж зайшли. Ця гіпотеза обертається чотири тижні. З приводу безпосередньої конкретної участі білоруських військових. Було щонайменше дві провокації на участь білоруських військових обстріл російськими літаками білоруської території. Але доки вони не увійшли, є поділ на Лукашенка і тих, хто виконує його накази. Це ми розуміємо, це можуть бути десятки, сотні людей. А далі є вже більш суттєва проблема. Тобто безпосередня участь білоруських військ як армії вторгнення і перетворення російсько-української війни на війну союзної держави проти України це ситуація, яка на десятиліття вперед змінює відносини між нашими народами. Погіршує відносини між нашими народами. Руйнує відносини між нашими народами. Багато громадян України не знають про те, що десятки тисяч білорусів емігрували за кордон. Багато не знають про те, що в Білорусі є сотні політв'язнів. Це правда. Я кажу, що війна робить сприйняття чорно-біло. Я зі свого боку старанно довожу білоруським слухачам, глядачам моїх виступів, моїх інтерв'ю, кілька речей. Ми ніколи не воювали одне з одним, у нас немає між собою протиріч. Ну, усякому разі, з того часу, як ми усвідомлюємо себе українцями і білорусами. Білоруські військові не воювали взагалі, а як показує досвід, досвід сучасного військового бою, чи загальновійськового, він є на сьогоднішній момент ключовим. І міф про потужну російську армію, він зруйнований тим, що українські військові мали досвід за вісім років війни на Донбасі виросла когорта офіцерів і солдатів і сержантів, які мають такий досвід, і вони його успішно застосовують в масштабах України, попри розширення за рахунок авіації компоненту власне цієї війни. І є ще один момент, на який теж варто звертати увагу. А за що мають воювати білоруси в Україні за доносифікацію України? Ну, даруйте, з таким успіхом можна говорити про доносифікацію України, Білорусі, Ізраїлю і Польщі. Тому що в усіх цих країнах жертви нацистів, ну, єврейської держави не було, а Україна і Білорусь були республіками Радянського Союзу. Але, скажімо, на наших територіях чи цих народів жертви складали мільйони. Я не уявляю собі доносифікацію. Як можна доносифікувати країну, в якій президент єврей? Поясніть мені. Тобто, на сьогоднішній момент, оця широка, червона смуга, вона існує. Я розумію, що останні події, пов'язані вже на дипломатичному напрямі, скажімо, не буду вживати слово фронт, а саме на дипломатичному напрямі, вони теж дозволяють припускати, що може бути новий виток. Але моє особисте враження, не тому, що Лукашенко, мій друг, зміцар Лукашук, подарував мою книжку, а тому, що це моє об'єктивне відчуття. Лукашенко за своєю риторикою, ну, агресивною, ну, що ми будемо говорити, що я буду вам розповідати про риторику Лукашенка, ви її знаєте краще. Але мені здається, що він цією агресивною риторикою, він намагається підмінити все-таки рішення про безпосереднє застосування білоруських військ. Дякую. Так, дякую, Євгіан. Я теж самозгодний. Лукашенко гораздо приємні підігрувати Путину на словах і на словах говорити, якому Путину збільшатися підтанки НАТО. Це гораздо приємні, чим дійсно дійсно збільшатися збільшатися підтанки, в общем, осознавая можливі цього впоследнення. Геннадзі з нами, Геннадзі з нами, Геннадзі біжу, як оцінюєш послідстві для Білорусі? Дякую, що є о білорусско-українських відношеннях. Дякую, може, давай більше про білорусський фокус, про послідстві в контексті, в тому числі і Росії. Ви бачите, в принципі, вам добре, тому що і Євген, думаю, що і Марія, значе, навіть, чи ні, але і я, ми теж прийняли уваги в своїх дослідженнях саме в Білорусі і на це дійсно тема дуже близька. Мене враження, що якраз точку неповернення, яку не пройшла зараз і Росія, атакувавши повномасштабною своєю хвилюю Україну і, власне, пройшла Україна, захищаючись вже містом місяць героїчно. Я думаю, що дійсно ми бачимо, що йде перелом ситуації, зміна взагалі саме передиме мислення навіть військових термінах. То зараз, я бачу, що така точка неповернення пройшла і для Білорусі, Лукашенськівської білорусі. Навіть, якщо він зараз не війшов берцем своєго солдата кордонну територію наднешної території України, то всі ті дійсно вже в його кроки, як надання території Білорусі для запуску ракет, для авіаударів, говорить про те, що він розуміє, що просто так ситуація вже не повернеться до моменту 23 лютого 2022 року. Тобто тут ми розуміємо, що ситуація є і в нього дійсно дуже багато викликів, які ви теж розумієте, як тримати ситуацію в внутрішньополітичному країні, як триматися, щоб його не втягнули в цю війну, бо він розуміє всі наслідки для того, для себе, як президента, самопроголошеного президента. Тут я акцентую увагу. І для того, щоби, знову ж таки, не показати всю мізерність свого військового механізму в тих масштабах, як він це бачить, як показала себе російська армія. Адже ми розуміємо, що підходи до побудови і стратегічних, і тактичних, можливо, зараз Арсеній Мазак закидає помідорами, але все ж таки, я розумію, що сходність дуже велика. Тому те, що він бачить, що відбувається, як просто перемалують, перемелюють в Україні ці війська, як вони згорають своїх напівробочих танках і БТРах і в іншому транспорті. Показують, що така ж доля очікує, власне, його значно менше за кількістю війська. Бо мотивації в Білорусі, окей, мене, мої колеги, просто називати лукашистів і Білорусу, роздіряти. Мотивації у лукашистів гинути на територію України теж немає. Тут я в цьому певний. Я думаю, що і українські, і білоруські активісти багато б для того, щоб і ще зменшити цю активність і мотивацію. Навіть в того, хто думає, що він там щось може досягти. Тому тут не повернення пройдено. І, звичайно, реальність для них інша. І тому всі ці нюанси, які має між собою цей паціон скласти, внутрішні ситуації, як отримати для того, щоб не було внутрішніх заворушень і, дійсно, не накликати на себе певний гнів тих, хто трішки тримав пасину в цей час, якщо це не суспільство. З другого боку, не війти і не загинути повністю, як держава, власне, сіктори, можна, матися до Лукашенка, як державний механізм, як армія не загинути в Україні. Ну, і, власне, до того, щоб вижити, власне, якось в цьому системі, поки ситуація не ясна. Тому, я думаю, що наразі ті дилеми, які є в голові у диктатора, думаю, вони набагато навіть більше, ніж у того, хто сидить в Кремлі, бо там все зрозуміло відразу, і, на жаль, попри санкційний тиск на цьому рівні, якихось внутрішніх заворушень, які могли його скинути, хвиля, я в Росії не бачу. А в Білорусі це може бути для нього таким, знаєте, дуже кошмарним сном, який може його жахати щоночі, я маю на увазі у Лукашенка, і це, дійсно, впливає. Я маю теж враження, що буде висока вірність, що все ж таки примусять війти на територію України військами, є діля такої вірність, вона до св'язоку в моєму розумінні. Але це, знову ж таки, нічого особливо з точки зу розпаду і балансів, і полюсів у війні і ці кількість БТГ, які зайдуть до України з білоруським прапором чи червоним квадратом, вони абсолютно нічого не змінять. Бо ситуація і, скажімо так, готовність українців, вони знають, де зайдуть ці війська, вони знають, який кількість вони зайдуть, якщо зайдуть, і відповідно, вони мають для себе вже певні сценарії, як з ними діяти. Тому, я думаю, що тут все ж таки буде пресинг, буде посилення ескалації і втягнення Лукашенка, але, я думаю, що якраз інші карти теж дадуть йому більше клопотів, ніж це було до 23-24 лютого. Дуже дякую тобі. І, здається, до нас підключилася Марія Артєєва. Привіт! Очень рад тебе відець. В прямому ефірі с міста вийти, поэтому я знаю, що це не так багато времени, поэтому, будь ласка, тебе слово, давай начнем, перейдемося к самому першому вопросу, о том, що Україну ждати в ближайшем місяці, і можливо, я теж продовжу, додобавиш о том, як считаєш, це повлияється на перспективи для Білоруси. Спасибо большое, рада всіх видеть. У нас как раз сейчас очень активно ведеться робота по сбору военных доказательств военных преступлений Росії, поэтому я сегодня целый день в каске, поэтому только вот сейчас вернулись, потому що в 6 часов начинається комендантський час, і треба вже бути вдома. Я хотіла, я так чуть-чуть слышала дискуссію, і просто я смотрю, то, що обсуждается в медіа мирових, що таке настроєння, що вот ми победили, победа вже близка, ми сьогодні целий день були з военами, які просто обстреливають просто день і ніч, то є просто кроють градами в Харкові, але не переставаю, сьогодні целий день були обстрелы, і до победи і до прекращення огня, і вообще до какой-то нормалізції обстановки ще дуже далеко, тому, конечно, хотілося б обсуждать, що буде далі, після війни, але поки на сьогодні, в тому місці, де я нахожусь, основной вопрос у людей – це як вжиття війна, тому що кожен день прилетає, і дуже багато, і прилетає в першу чергу пожилим кварталам, пожилим массивам, якраз там сьогодні і були, сьогодні опять попав снаряд от российського града в очередь людей, які стояли за гуманітарной допомощю. Тому, що касається вопроса, що ожидати України в ближайший місяць, я думаю, що стоїть ожидати, що ця тактика буде в Росії продовжуватися, тому що на сьогодні вони в военному плані не можуть решити те вопросы, які були поставлені, і тому тактика, яка остається для них найбільше сейчас часто применяема – це терроризування містного населения, гражданських, постоянних обстрелів і в общем-то создання гуманітарного кризису в таком більшому количестві міст, де вони це можуть создати. Тобто, якщо раніше создавалася іллюзія того, що в перві дні войны будуть обстреливатися тільки военні об'єктів, то сейчас совершенно очевидно, що в першу чергу будуть обстреливати об'єктів гражданські, і це в общем-то і происходит. Я думаю, що в будь-якому відео що-либо сейчас буде, тому що це удобно. Росія від Харкова знаходиться, наприклад, в 40 км, тому, чому б за своєю територією не продовжать дальше терроризувати соседей і обстреливати школи, больниці, садики, делая невозможну какую-либо нормальну жизнь в полтора мільйонам городі. Це значить, що полтора мільйона людей з одного міста переселились в другое. Це я говорю только об одному місті, це значить, що не буде працювати нічого, що десь було працювати, не почнутся пассивні, якщо ви це розуміли, то є, почнеться кризис в сільському хозяйстві, ну і в усіх інших сферах, які десь були функціонувати і зараз не функціонувати. Тому я думаю, що розчет буде на це. В принципі, він вже є, скорее всього, таким. і 2-й вопрос був, як перспективи для Беларуси, вадим, або що було? Так, по повлиянию всей ситуации на Беларусь, я говорил, що є дуже негативні сценарії, що все, завтра вже російська війна до Беларусь прийшли, завтра Беларусь буде тільки частина як інакше, і дуже позитивно, що Россія війня проіграет, і Беларуся відбувається від російської броця на долгі десятилеті. Як завтра, я кажу, як я кажу, війна, як ти відбувається, як тебе відбувається, як це на регіональний контекст. Я розумію. В течіні цього всього часу контроль над Беларусью усіливався со сторони России, і она сейчас використовує Беларусь полностью як свою собственну военну базу. І, в общем-то, я говорю об этом постоянно, о том, що Польща і країни Балтии находяться тоже сейчас непосередньо на угрозі, потому, что фактически они являются, то есть граница с Россией передвинулась, на Запад, і тепері вони граничат с Россией, і говорити о существовании Беларуси сейчас як самостоятельного независимого государства, мені кажеться, це дуже такий вопросітельний вопрос, тому, що я б розматривала це як сателлита, і, в общем-то, мені кажеться, що Путін відео відео решити всі свої вопросы, які б перед ним не стояли, із территорії Беларусі, і использовував Лукашенко до того момента, поки він може бути потрібен, і поки він його може використовувати. Я думаю, що вопрос ввода беларусських військ, це тактичний вопрос, тому, що, якщо б Путін потребував немедленного ввода, він був обеспечений. Мені не кажеться, що це вопрос, який Лукашенко може як-то обходити, може виляти, яким-то образом його не виконять. Я думаю, що є якісь договоренності, то є це вопрос, який, якщо буде потрібно, то к нему він буде врішен таким образом, що війська беларусські непосередньо будуть також введені. Я думаю, що, це то, чого б не хотівось Лукашенко, але мені мені вона 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 відповідає нічого не відповідає в країні і в цілому. Тому що ждати Беларусі? Ну, то, чого і ждати всім остальним країнам, знаходясь в соседстві со країн, яка веде сейчас начала Трічу мирову війну. То є, чого ждати Беларусі, знаходясь в соседстві с Чернобильською АС, на якій неконтроліруєма ситуація, пожари вокруг, і там непонятно, коли произойдет какой-то возможний ядерний выброс, тому що там, напрямер, не работають охлаждаючі элементи, чи чого ждати, знаходясь країна, яка фактично сейчас говорить прямо о том, що вона готова применити химічне оружію. Того, чого ждати всім нам. Тому мені кажеться, що можна, то є, що можна зробити, що можна зробити беларусам, які знаходяться в заложниках режима Лукашенко. Я понимаю, підзанимаю нейтральну позицію. Мне кажется, що можна пробитися к цим людям з нейтральна позиція і сказати їм, що зараз вже закінчувся той момент, коли можна було чого-то ждати, як говорить, я не стою ни на якій стороні. Сейчас невозможно не стоять ни на якій стороні, говорить о том, що я нейтрален, или давайте, як мені писали журналисты з Беларуси, кто здесь прав, давайте выслушуємо обе позиції, никаких обеих позицій сейчас нет. Мне кажется, що важна донести людям, щоб вони поняли, що вони на стороні Третього рейха, Четвертого рейха, нацистського государства, котре веде агресивну, захватническу войну в отноші всього свободного мира. Ви либо на той стороні, либо на стороні другого мира, который защищається. Вот і все. То есть, здесь нету каких-то там двух сторон, де можна нейтрально наблюдать, чем там у них все сейчас закончится. Потому что, если закончится победа зла, ну я думаю, что нет, но если мы так как бы смотрим гипотетически, то погибнут все. Поэтому сейчас надо как бы отбросить там в сторону свой нейтралитет и просто четко стать на позицию защиты свободного мира, на позицию добра и с этой позиции добра делать максимально, что вы можете делать. Это я сейчас говорю, слушают люди, которые до сих пор еще считают, что можно посмотреть, там они между собой разберутся, чем для нас это все закончится. Поэтому мне кажется, что просто важно для всех донести, что сейчас нет места ни для какого нейтралитета, что это губительно, это просто смертельно подобно. и если вы хотите те люди, которые находятся в заложниках у режима Лукашенко, если вы хотите, чтобы остаться в живых, чтобы с вашими домами не произошло то, что происходит с домами в моем городе, чтобы в ваших семьях не приходили похоронки и не привозили тела, как это сейчас происходит в России, то вам надо сейчас максимально сделать так, чтобы не дать Лукашенко вводить войска на территорию Украины. То, что он является союзником Путина и соучастником Путина, как Евгений сказал, это без сомнения, но сейчас еще можно не сделать последний шаг по вводу войск. Поэтому сейчас вопрос для меня стоит очень понятно. Либо весь мир поможет нам победить Россию и мы будем строить новый мир так, как мы его строили после победы над нацистской Германией, которая закончилась разделением Германии, выплатами репараций и всего остального. Либо Беларусь присоединяется к России полностью, ее ждет та же самая судьба, которая ждала Германию, Нюрнбергский трибунал, кто-то застрелился, кто-то не успел его повесили, ну и все, что слептовало перед этим. Поэтому выбор, мне кажется, такой, и вот надо как-то с таких позиций смотреть, потому что я слышу очень много рассуждений насчет того, что давайте посмотрим со стороны, что мы вроде бы как не можем ни на что повлиять, все могут повлиять, и те, кто хотят, они влияют, и они борются. Я вас призываю всех к этой борьбе добра со злом. Спасибо. Таким призывом, да, каждый ощущает ту ответственность, и делает то, что может. Очень важно понимать, что, если я завтра не могу снять, если не снять Лукашенко и останется от власти, это не значит, что я не могу делать ничего. Вот, например, мы можем создавать контент и говорить, и это тоже важно. А можно последок добавить, просто позвучало про сценарий того, если закончится победа и зла погибнут все, про Нюрнберг, про репарации, давай, может быть, туда добавим и про хороший сценарий, а, собственно, сценарий, в котором Украина победила, Россия проиграла. Вот, последствия такого сценария, в том числе и для Беларуси, то есть для Беларуси, условно, в какой-то, может быть, более долгосрочной перспективе уже, какие последствия, как вы еще можете представить этот хороший сценарий? Это, кстати, в контексте призывов тоже важно, то есть показывать, что мы будем вместе воевать против России, чтобы что? Чтобы как будет выглядеть то будущее, к которому мы хорошему придем, в том числе и для Беларуси. Это ко мне вопрос забыл? Или к вскоре? Да, да, прошу тебя. Да, да, сейчас это полностью просто, потому что мы поговорили сейчас про негативные сценарии, важно же, да, показалось и позитивные сценарии. Ну, мне кажется, что в начале Третьей мировой войны сложно говорить о позитивных сценариях, то есть я пока вот, что сейчас на сегодня мне сложно сказать там, что может быть позитивного, когда у нас прямо сейчас кого-то убивают, вот сейчас какого-то ребенка или какую-то женщину или сейчас людей расстреливают, поэтому я могу сказать, что это закончится коллапсом России, просто он, возможно, будет не таким быстрым, каким бы мы его себе хотели видеть. Я не вижу, что эта война может закончиться тем, что завтра Россия поднимает руки и говорит, что все, мы сдаемся, признаем, что мы проиграли, потому что сумасшедший диктатор, он навряд ли пойдет на такой шаг, если он уже эту войну разбезал. Поэтому сценарии могут быть очень разные, я думаю, что они находятся вне горизонта нашего планирования, потому что там слишком много неизвестных, многие из которых мы не можем предсказать. Если говорить о какой-то краткосрочной перспективе прекращения огня, то вы знаете, ну, наверное, уже обсуждали, что прошло четыре раунда переговоров, они еще ведутся, видимо, какие-то будут достигнуты договоренности о том, что какое-то временное прекращение огня может быть будет, а может быть его и не будет. То есть это тоже вариант очень, как бы, которого бы хотелось, чтобы он был, но нам пока что не свидетельствует ничего о том, что все-таки такой момент наступит. Поэтому те люди, у которых уже сейчас очень много крови на руках, они сейчас не остановятся, потому что они уже перешли все границы, и я недавно разговаривала с одним из таких ведущих экспертов в области гуманитарного, международного гуманитарного права военных преступлений, и военные же преступники это не те только люди, которые отдают приказы, это те люди, которые эти приказы выполняют. Сейчас огромное количество людей, которые связаны между собой кровью, уже пролитой, и Лукашенко, и его военные, которые принимают в этом участие, они тоже среди этих людей. Они прекрасно понимают, что для них уже назад какого-то пути нет, они замазаны кровью, и поэтому любые преступники, маньяки, серийные убийцы, которые уже в принципе они понимают, что он и так получит смертный приговор, поэтому почему останавливаться. Поэтому я думаю, что понимая это, сложно говорить о том, что в какой-то будет момент, что вот они передумают и скажут, ну ладно, хорошо, мы там убили 1500 человек гражданских, теперь мы считаем, что надо остановиться. Я думаю, что они будут продолжать, и поэтому я еще раз говорю, что не будет такого момента, что Россия сказала, мы проиграли. Такой момент наступит, только если весь мир подключится, все начнут помогать Украине еще больше, чем помогают сейчас, и те белорусы, которые могут, они тоже будут это делать, и тогда мы сможем сказать о том, что мы принудили Россию к прекращению военной агрессии в отношении Украины. Хорошо, спасибо, спасибо большое. Отверждаю, Арсений уже и руку поднимает, и собственно Арсений как раз и очередь, в любом случае сейчас тебе это слово. Мария, да, спасибо, насколько у тебя будет возможность может оставаться с нами, может быть, еще по третьему вопросу выскажешься. Да, конечно, я здесь уже, комендантский час, у меня все равно нельзя уже на улицу выходить. Хорошо, будем надеяться, что с связью все будет хорошо. Тогда слово Арсению, слушай, вопрос все тот же про перспективы для Беларуси. В общем, конечно, я понимаю, что всегда спрашивали людей из Украины про белорусскую специфику, в общем, тоже несколько провокационно это делал, поэтому тогда раз уж ты у нас из Беларуси, вот тебе сегодня за это будешь еще отбываться, какие перспективы будут? И при разных сценариях, при сценарии затягивания войны, при сценарии какого-то победы в какой-то стороне, в общем, как ты видишь, как же это будет на Беларусь Ну, здесь я вижу пока что только пессимистические сценарии, и дело в том, что с точки зрения международного сообщества и международного права Беларусь является не просто соучастником этой российской агрессии против Украины, она выступает стороной этой агрессии. Хотя, понятно, мы видим разные формулировки в заявлениях и некоторых политиков западных, и журналистских материалах, но вот если мы посмотрим на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года, по-моему, под номером 3314, она определяет акт агрессии, в том числе, как и добровольное предоставление территорий третьим государством для совершения военных действий против другого иностранного государства. И если мы посмотрим на те санкции, которые вводятся против Беларуси, как западными государствами, а также их союзниками, так и коммерческими компаниями, то мы видим, что по сути никто никакого разделения не проводит между Беларусью и Россией. Санкционный пакет просто расширяется на Беларусь, хотя да, есть там задержка иногда пару дней, но в целом очевидно, что международное сообщество воспринимает нынешних обстоятельствах Беларусь как участника агрессии. Это значит, что в случае, если Украина победит в этой войне, я думаю, что Украина победит, и по крайней мере пока что складываются все предпосылки для этого, то, конечно, это будет катастрофа для Беларуси не просто государства, так и общества, потому что платить за ошибки беларусского руководства придется всем беларусам, и мы видим, что уже часть беларусов, которые находятся за рубежом, они уже сталкиваются с определенными формами даже дискриминации, только из-за факта того, что они имеют какое-то отношение к этому государству. Я уже не говорю про катастрофические последствия с точки зрения выплаты репараций, компенсаций украинской стороне, международный трибунал, который сегодня активно запускается и уже предъявлены обвинения в адрес России за нарушение военного права и гуманитарного, но это лишь вопрос времени, когда такие же обвинения будут предъявлены и беларусской стороне. Поэтому здесь как ни посмотри на ситуацию, в любом случае участие Беларуси в этой войне контрпродуктивно с точки зрения перспектив какого-то развития, становления Беларуси как успешного, суверенного, независимого государства. Но я уже не говорю про эффекты санкций. Только в этом году по прогнозам и беларусских, и международных экспертов беларусский ВВП потеряет 15%. Это в базовом сценарии. А результаты могут быть гораздо хуже. Опять же, со всеми последствиями и для перспектив развития, но и для социально-политической и экономической стабильности. Но мне кажется, что у Беларуси еще есть возможность минимизировать издержки от участия в этом конфликте. И речь идет не о том, что будут участвовать беларусские вооруженные силы или не будут напрямую. Скажем так, это никак не меняет квалификацию нашего участия в этом конфликте. Мы все равно признаны уже международным сообществом как сторона агрессор. Но есть действия, которые могут частично искупить нашу вину и экономические и политические издержки минимизировать. Для этого необходимо все-таки поставить вопрос о незаконности присутствия российских войск на территории Беларуси. Как в связи с нарушением Конституции неважно какой предыдущий или нынешний двухсторонних соглашений согласно которым российские войска в мирное время могут находиться на территории Беларуси не более двух месяцев. Ну и наконец внимательно посмотреть на факт нарушения России своего обязательства о выводе российских войск с территории Беларуси после окончания учений союзной решимости. Согласно предварительным договоренностям о которых объявлял и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и представитель российского министерства обороны вывод российских войск должен был начаться 22 февраля из территории Беларуси. И опять же я хотел бы сделать отсылку к той самой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 1974 года которая говорит о том что если нахождение войск иностранного государства на территории нашей страны происходит нарушение договоренностей в том числе нарушение сроков пребывания это также может рассматриваться как акт военной агрессии и мы сейчас в ситуации когда по сути еще есть ну скажем так окно возможности для того чтобы переквалифицировать наш статус в этом конфликте и не быть государством агрессором а государством которое сама подверглась агрессии 22 февраля когда кремль решил не выводить свои войска а также начать военные действия против Украины без одобрения скажем так без разрешения белорусской стороны ну я уже не говорю о том что это позволит ну это как бы также предусматривает определенные заявления подачи которых можно оформить в виде заявления или письма которое направляется секретариат генеральной ассамблеи ООН это и возможное введение миротворческого контингента ООН который бы стал на границе между Белоруссией и Россией а также Белоруссией и Украиной и все это каким-то образом может поспособствовать стабилизации обстановки дело в том что если бы Беларусь не предоставила свою территорию то вот этой операции мы бы вообще может быть и не увидели никогда потому что основное операционное направление российских войск на Киев к сожалению исходит с территории Беларуси и если бы эта группировка не могла наступать с территорией Беларуси то возможно бы и такого конфликта мы никогда бы и не увидели и хотя у нас есть вопрос ответов будет позже вот тут Яна Письюшкин привет логично спрашивает в таком сценарии который ты предлагаешь если страна признается жертвой агрессии пока вывалился Вадим я продолжу если страна признается жертвой агрессии то тогда каким статусом наделяется режим Лукашенко тоже пострадавшим или марионеточным это зависит от его действий то есть заявлений шагов да да я услышал то есть это зависит от конкретных действий самого Лукашенко пока что и на уровне риторики и на уровне конкретных действий дело в том что ведь мы не препятствуем России использовать нашу территорию для совершения военной агрессии это приравнивает белорусское руководство к стороне которую эту агрессию совместно осуществляет с Россией вот и вопрос заключается в том что нам нужно думать как нам минимизировать издержки да потому что беларусь агрессор это это не просто Лукашенко агрессор то есть все общество будет вынуждено расплачиваться за ошибки белорусского руководства в течение очень долгого времени перед Украиной хотя бы с материальной точки зрения я уже не говорю про моральный аспект поэтому да то есть мне кажется что у нас еще есть вот это небольшое окно возможностей перед тем как Россия окончательно не приняла решение о переводе эскалации конфликта в новую фазу то есть я ожидаю что это случится вот в ближайшую неделю две для того чтобы ну вот заявить свою позицию и все-таки попытаться сохранить некое достоинство спасибо в общем да действительно ситуация я вот например для меня есть некоторые такие факторы с которыми я смирился как с неподолимыми для себя лично в благословительной перспективе я понимаю что скорее всего в русской опызенной системе я никогда не получу пенсию отлично близко окей вот у меня сейчас такое же ощущение что да наверное когда-нибудь я там взрослый человек своей семьей живущей дома в Беларуси я буду платить налоги которые будут идти на репарации в Украине за преступление режима Лукашенко это как бы скорее всего просто да будет фактом независимо от того как все повернется в общем да преступления-то уже совершены в Украине уже нанесены вообще-то его надо компенсировать да и кому что делать как-нибудь белорусам и брать на себя в том числе эту ответственность независимо от того что моя позиция прямо скажем очевидно крайне далека от позиции Лукашенко но это не отмеряет того что да все белорусы это как бы наша ответственность за нашу страну так я вижу что у нас есть еще вопросы да вот по поводу и по поводу участия общества и других давайте тогда мы сейчас может быть немножко так кратко тезисно соберемся с третьим вопросом который у нас был в анноте по кем-то урокам для системы международной безопасности и потом перейдем к вопросам из чата от вестей от тех кто текстом или видео будет готов задать и наверное сейчас давайте тогда тезис на том о уроках потому что мы в общем ну видели что система международной безопасности она к сожалению всегда строилась так иначе на войнах нужна была первая мировая чтобы подумать о регенации нужна была вторая мировая чтобы подумать про ООН хочется надеяться что для следующих для следующих изменений понадобится не система третья мировая а к сожалению раз уж началась война в Украине то хотя бы это подплотнет весь мир потому что задуматься о том что очевидно с нынешней системой международной безопасности что-то не то если она в общем позволяет такому случаться давайте может быть тезисно как кто считает какие уроки надо вынести если вот говорить не только о моральных решениях нынешней ситуации а уроках того чтобы как после завершения войны в Украине так что и как надо изменить в системе народной безопасности чтобы этого не произошло где-то вновь пеназии как у нас связи тогда давай начнем я не знаю война в Украине но мы понимаем что не гражданская война я Я тут повожусь, напевно, из того, что сказала Мария, сейчас очень тяжело, даже когда я слушал своих коллег, уважно слушать, но заодно отвлекался на те моменты, в которых она действительно делает реальность. И когда у моих родителей, которые остались в Чернигове, появился связок, то я порадил их внуков до них, пока это есть возможность, потому что это бывает не так и часто. Тому, в принципе, нам важко дивиться на горизонти аж-аж-аж, але дійсно певні уроки вже є. Перше, я думаю, якщо брати глобальні, то зараз, вочевидь, ціна, яку платять всі міжнародні учасники системи міжнародних отношений, це ціна, яка в рази більша від того, що могли б зробити на моменті попередження. Тобто уроки, які мусили бути винесені з цього всього, що ціна попередження буде дешевше. Навіть, якщо вас лякають тими ядерними тактичними чи стратегічними бойзарядами, які десь зупиняться на ваших місцах, все інше. Треба розуміти, що є моменти, де треба бити наперед, де треба працювати злагоджено. І тут якраз воно, в принципі, є той урок, який мусили бути зробити. Дуже велике запитання зараз до НАТО. Ми чуємо те, що каже наш президент. Помітьте, зараз в Україні говорити наш президент дуже популярно і дуже правильно. Притом, при всьому, що до цієї війни навіть 23-го числа ми по-різному ставились до Зеленського. Але те, що він каже, що подивиться на себе, тобто ваша система і те, наскільки у вас великі м'язи, навіть те, що ми спросимо 1% танків, щоб захистити свою територію, ви цього не можете дати, бо у вас немає системи, яка працює на солідарність. І от урок її мусить бути винесений, як така солідарність має бути актуарізована і активована в випадках, коли дійсно загроза. А те, що загроза була і є для країн НАТО, то теж, я думаю, що ні у мене, ні у вас немає запитань. Третя ситуація, яка мусить бути винесена, взяти під увагу зараз нами всіма, що створюється рік на можливість. Те, що я назвав саме початкою, що насправді ми маємо піднесення в Україні, думаю, не тільки це громадянське суспільство, але взагалі всі люди населені, що в нас з'явилася певна місійність вікноможливості просто придушити цього торгана. Ну, власне, я зараз мав на вас не вашого торгана, я говорив, власне, про Путіна, якому теж треба прибути тапком, але в чому питання? Питання в тому, що ми відчуваємо цю місію і ми бачимо вікноможливості. І всіми зусиллями на дипломатичних шляхах, на військовій арені фронта, що це може бути внутрішня політика, ми бачимо, що намагаємося наближувати цей момент. Те ж саме і в Білорусі, друзі. Я думаю, що те, що зараз Лукашенко втягують в цю ганебну війну, Я прерваюся, на сожалению, связь с Геннадием, поэтому по поводу... Геннадий, алло, алло, тут сейчас связь. Видимо знову картинку. Друзі чутає? Геннадий, давайте, може би, спробуємо без відео, щоб не прервалось. Давайте спробуємо так. Отже, я говорю про те, що це дійсно емітно можливостей, яке ми розуміємо в Україні. І ми робимо свою справу. І тут, я думаю, що Євген і Марія підтвердять, що навіть ті люди, які ніколи не займалися гуманітарними питаннями, включаються по можливості в допомогу тим, кому може допомогти. І роблять багато інших справ, навіть що він не тримає зброю в руках. Тому я говорю про Білорусь. Дійсно, зараз велика дилемма перед диктатором, як не влізти всю війну повністю, і як утримати внутрішню ситуацію безпечну для нього. Але це є можливість і для вас, для громадянського суспільства, для тих, хто живе в Білорусі, або був змушений її покинути через те, що там будуть репресії. З тим, щоб подумати, як бути з тим, щоб припшичити смерть цього режиму, диктаторського режиму. Тому кожен момент, кожен урок, він мусить бути засвоєний. Якщо є можливість і ми бачимо слабкість режиму, то треба в цій слабкості бити. Чи це інформаційна робота, чи це, знову ж таки, певна політична діяльність, чим займаються демократичні сили. Це мусить бути, в принципі, вже вирішено вами самим, білорусами. Але тут дуже важливо почути і вашу думку, яким чином ми можемо взаємодіяти. І, власне, взаємодія наших суспільств теж може бути тим уроком, який ми мусимо засвоїти. Зараз ми багато працюємо над напрямом, коли хочемо довести інформацію. Це для нас питання виживання, в деякому випадку, щодо небажання нашого воювати з вами, бо нам нічого ділити з білорусами. Але, я думаю, що тут ми мусимо ще мати додаткові якісь лінії співпраці, де ми можемо інформаційно і гуманітарно попрацювати. Є окремі можливості фінансування гуманітарних проєктів в Україні. Будь ласка, доєднуйтесь. Я думаю, що багато з вас були в Чернігові. Пам'ятаєте, яке було красиве місто, правда? Там мало що залишилось з того всього. Тому, якщо ви навіть можете зараз над цим попрацювати, навіть ваші 50-100 євро, це чи є життя, це комусь генератор, це комусь ще якась можливість, яка у нас з'являється. Тому не чекайте до тих можливостей, коли працюється репарації, можливість зараз, коли є можливість допомогти тим, хто може не загинути або може вижити. Це наразі не фігура мови, це наразі якраз те, що ми відчуваємо. Тому уроки є глобальні і наші з вами сусідські, і давайте дійсно спробимо над ним працювати. І дуже хотіло почути якраз вас, колеги-білоруси, як ви бачите ці можливості співпраці і, можливо, спільну нашу опору. Бо ми готові допомагати вам, де вам теж є потреба в нашій допомозі. Дякую. Якщо говорити про глобальні підсумки, ну взагалі мені як історику за освітою дуже цікаво жити всередині історичних подій. Це такий, знаєте, дуже цікавий челендж. Але я скажу, що неможливо зберігати об'єктивність. Тобто наша об'єктивність буде складатися з комплексу суб'єктивностей різноманітних. Але я спробую бути насамперед зараз науковцем і сказати, які причини того, що світ не зможе пройти повз 4 попередніх тижні. Ну, по-перше, це війна найбільшої держави в світі проти найбільшої держави в Європі. І всі, хто претендує на роль світових лідерів чи є ними сьогодні, входять до якихось альянсів чи планують їх створювати, вони мають на це реагувати. Якщо вони не реагують, значить вони мертві. Тобто, якщо вони не реагують умовно на потрясіння такої сили, то їх просто немає. Ще один цікавий факт, який дійсно, я думаю, цікавий білоруському суспільству насамперед, це протистояння двох пострадянських республік. Бо Росія, вона ж не випадково нищить нашу інфраструктуру, вона не випадково нас заганяє в максимально можливий негатив фінансовий, економічний. Вона просто нищить перспективу успішної України. Бо успішна Україна – це найбільш небезпечно для Росії річ. Для будь-якої Росії, може навіть не Росії Путіна, а для будь-якої Росії. Ще один момент, який точно, він просто настільки очевидний, що повз нього не можна пройти. Ядерний фактор – неядерна держава Україна, яка в 1994 році, як і Білорусі, Казахстан відмовилась від ядерної зброї, стала жертвою неспровокованої агресії з боку ядерної держави. Як ви після цього в світі, я умовно задаю питання всім світовим лідерам, забезпечите нове ядерне розброєння? Воно просто зникло з порядку денного. А є ще одне питання – ядерного шантажу. Чим відрізняється за радіаційним впливом застосування тактичного ядерного боєприпасу від розгерметизації, скажімо, конфаймента на Чорнобильській атомній електростанції, чи умовного підриву ядерного реактора на найбільшій в Європі Запорізькій АЕС? Що, одна радіація буде вбивати по військовому, а інша по цивільному? Ні, радіація всіх буває однаково, вибачте. Тому тут це абсолютно очевидно. Ну і плюс – Росія і Україна – не то експортери зерна. І це, наприклад, той самий Китай, вже Сі Цзіпінь сказав, що Китай має забезпечити кожному своєму громадянину миску китайського рису, при тому, що на його ринку значний обсяг рису був український. Логістика, питання свободи мореплавання. Так, в Чорному і Азовському морях здавалося б це не дуже суттєво. Але сьогоднішня втрата Росією Орська, вона вже змінює це рівняння, тому що вона вже дуже багатьох людей примусить поставитись по-іншому серед морських фахівців. Ще один момент. Найбільше… Я б только попросил перейти от причин, которые приведут к этим изменениям, к идеям. А какие это будут изменения? Потому что, да, я думаю, то, что причины очень серьезные, а тут у меня это нет. А я… А я… Да, я зрозумів, дякую. Я в данному випадку зраджу себе як науковця і скажу як громадянин України, що Україна після завершення бойових дій стане контрибутором європейської безпеки за фактом, бо вона довела те, що вона спроможна протидіяти армії, яка називалася другою в світі. І нам не потрібні ніякий ганпаутер рейтинг для того, щоб доводити, що українська армія на сьогоднішній момент є однією з найстильніших в Європі. І це опосередковано, не прямо, доводить і підтверджує. І достатньо пасивна позиція з боку НАТО і Європейського Союзу при всьому зрозумілому переплетінні. Тому, я думаю, що відоме, так би мовити, гасло українських націоналістів «Україна понад усе» чи «Україна переможе» після завершення бойових дій воно буде значною мірою геополітично реалізовано. Дякую. Оце, також, зрозуміло, що патріотичне, але при цьому дуже цікаві прогнози, виполне базуєшіся на фактах. Хорошо, Марія, раз слава глижу, у нас все ще є связь, а які твої очідування? Як все це повлияє на систему міжнародної безпеки? Я думаю, що складно ще сказати, тому що, наприклад, ви все знаєте, що Росія відповідно угрожає Польщі можливостю атаку. Дважды вже наносила ядерні удары по Явареву і Львову, які знаходяться в непосередній близькій границі з Польщою. Таким образом, Путін тестирує реакцію НАТО. Що вони будуть робити, коли следуюча буде Польща чи коли следуюча буде Литва. Це відповідно обговорюється. Тому мені здається, що зараз прежневременні говорити, яка буде система після того, як кончиться війна, тому що ми ще зараз навіть не бачимо горизонта, яка буде ще країна, на яку Росія може напасть. І в якій в цьому ситуацію буде реакція НАТО. Тому зараз, мені здається, що однозначно понятно, що буде пересмотрена система гарантий, тому що сломлен мировій порядок, на якому державася вся мирова система безопасності, установлення після окончання Второї мирової війни. Тобто ми треба знову буде все вистраувати. Таким образом це буде вистраувати? Мені здається, що це можна буде зрозуміти після того, як буде зрозуміти до якого точку ми дійдемо зараз в цій нынешній війне. І опять же, підтримуюсь тут з колегами, в тому, що це не війна України, і це навіть не війна в Україні. Це війна России, і це війна не проти України, а проти всіх. Тому тут всім треба думати про те, яка буде нова система безопасності, гарантия безопасності. Я знаю, що президент Зеленський підписував, і зараз вже запущен процес присоединення України до ЄС. Тобто це такий символічний шаг, але він важливий. Возможно, що буде двусторонні відносини, двусторонні гарантии безопасності і сотрудність в двусторонній форматі буде усилено, тому що таким образом буде заменено. Тобто, що могло би дати НАТО, це буде давати конкретні країни, в форматі двусторонніх відносин з Україною. Але в будь-якому, є розуміння того, що буде полна перестройка мира, в принципі. Тобто, ми зараз знаходимося в епицентрі воронки які втянет в себе все. І з цієї воронки предвідти зараз, що буде після цього, мені здається, достатньо складно. І мені дуже хотілося більше від білорусів слухати, що вони видять, як вони видять, як вони видять свою роль. Тому що я все чаще вважаються отстранене відношення в плані того, що ми зараз посмотрим, вони там розберуться, а потім буде понятно, яка наша роль. Я вважаю, в першу чергу, тих, хто просто там вынуждені находиться на території Білорусі. Але, опять же, повторю, що зараз необхідно всім включаться, назвати вещи своїми именами і максимально вставати не із патриотичних соображений і не із-за того, що ви в цьому в цьому підтримуєте Україну, а із соображений того, що це вопрос вживання всей мирової системи безпасності. Дякую. 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 будет принимать требования, которые навязывает международное сообщество и Украина. Мне кажется, главный урок из российской войны против Украины заключается в том, что Украине не нужны будут ничьи гарантии. Это мы должны будем у Украины эти гарантии запрашивать. Потому что действительно из-за рецепиента безопасности Украина превратится в донора безопасности со второй наиболее могущественной военной силой, силой не просто в Европе, а в мире. Я здесь хотел бы, наверное, сконцентрироваться на том, что это значит для Белоруссии и чего мы можем ожидать. Неизбежно поражение России в этой войне приведет к дальнейшей безинтеграции постсоветского пространства и сокращению влияния России, в том числе военно-политического. Поэтому я ожидаю, что в целом эта возможность и, может быть, даже наш моральный долг после вот той позорной роли, которую мы сыграли в этом конфликте, это переход к действительному нейтральному статусу. И, пожалуй, это также будет своего рода нашим вкладом в новую европейскую систему безопасности после завершения конфликта. Поэтому мне видеться, опять же, в нейтралитете и нашу роль, и наше спасение возможное в будущем от того, чтобы тоже уже нести чуть меньше времени за наше участие в этой агрессии. – Хорошо, спасибо. Тогда давайте переходить к вопросам. Я видел, что в чате было много вопросов от Андрея Новрухина, поэтому не знаю, как лучше. Андрей, может быть, собственно, подключаю камеру звук и самому их спросить. – Да-да, да, можно вполне. Меня хорошо слышно? – Да, слышно замечательно, и даже плакаты видно, так что я прошу. – Да. Добрый день, коллеги, спасибо большое за ваши высказанные экспертные оценки. Я задал два вопроса Евгению, Марии, и оба они одинаковых. Да, я озвучу просто еще раз. Ну, не секрет, что общество белорусское расколото, и вы также признаете, что белорусское государство оказывается таким, но во многом условно самостоятельным, это такой, да, на самом деле псевдо-суверенитет. Тем самым, в общем-то, вы, ну, так я понимаю, отчасти признаете тот факт, что белорусское общество – это одно, а вот государство и аппараты, институты, которые связаны с Лукашенком, и, в общем-то, такой властью, держащейся на штыках, – это другое. Я задал вот этот вопрос к вам обоим, насколько все-таки понятно, что сейчас условия войны, как вот Евгений сказал, делают все простым и черно-белым. Но даже в этих условиях мы знаем, что есть белорусы, которые отдают жизни на поле битвы, мы знаем, что есть те, кто сейчас активно помогает, волонтерит, кто сидит в тюрьмах за свои выступления в Минске против войны. Все-таки, насколько возможно или почему невозможно вот такое разное отношение к разным белорусам и к разным белорусям. Одной, которая сейчас находится вот в такой ситуации, которую Платушка называет оккупацией, а другой, которая действительно консолидирована вокруг режима Лукашенко и ответственна напрямую за ведение войны. Спасибо. Ну да, Андрей, спасибо. Я бы тогда этот вопрос немножко дополнил, если вот так более предметно выходя. Чего конкретно нам сейчас не хватает для того, чтобы это расстеление было максимально видно в украинском обществе? Потому что, я думаю, условно, в аудитории эксперт-монатистического клуба мы, в общем, понимаем, чем режим Лукашенко отличается от тем белорусам, вот так, которые сейчас с добровольцами идут в Украину, или вот там фонды медицинской солидарности, который прямо сейчас везет из Польши в мобильные госпитали, купленные для Украины. Вот и чего не хватает для того, чтобы это расстеление было видно и для украинского общества? Или для того, чтобы стало видно в перспективе, потому что, да, понятно, что прямо вот в моменте боевых действий прямо здесь сейчас очень сложно какие-то такие детали, правильно, я говорил про черно-белое. Что тогда нам еще нужно для будущего визния? Ну, смотрите, я уже говорил про те, как бачать украинцы, да, тут загадывается анекдот про «Украина очима москалов», ну, сейчас не час на анекдоти, а я попробую предметно больше. Я думаю, что украинцы сейчас в силу разных причин, они не могут объяснить людям с белорусским паспортом причин своего ставления. Ну, вот те, кто глибше в это закопается, они могут, они усведомлют, ну, мы же все это все понимаем, мы уже про это сказали, и Вадим сказал, и Мария сказал, и я, и Геннадій, и все. Но, значит, цю позицию доведется нести представникам, очевидно, белорусской опозиции, ну, не обовязково опозиции, а представникам не влади. Может, это действующие культуры, ну, условно, Алексеевич, так, яка звертається. Я, ви знаете, я не буду перебирати між союзниками, так само, как я говорю, что украинские защитники не будут разбираться в сортах загарбников. В принципе, байдуже, кто из них, який шеврон будет на рукаве у него. Но про то, чтобы изменялись настрои в белорусском суспільстве, мают говорите самі представники белорусского суспільства. З тією простою причиной, что я, как гражданин Украины, мне нужно еще будет подолать низку объективных барьеров. Я готова говорить, с кем я буду. Я за продовжение экспертных дискуссий. У меня есть на эту тему задумы, мы про них говорили до войны. Просто шок первых военных дней, он дещо изменил. Но эти дискуссии будут триваться, поверьте. Тобто у меня нет шор на очах, чтобы сказать, что я полностью... Я за то, чтобы мы с белорусами не спілкувалися и все. Я не прихильник говорить про каяття, еще про какие-то речи. Я про то, чтобы в середине белорусского суспільства началась разумова. Кто мы? Что мы? Что мы в этой ситуации? И тогда украинское суспільство, в любом случае, те, кто лучше это понимает, смогут, я думаю, это подхопить и более эффективно инструментаризировать. Можно реплику? Евгений, в Беларуси не только началась, но уже есть погибшие в белорусском батальоне. Это к вопросу, значит, о степени, скажем так, самоотверженности в занятии позиции по этому вопросу. Да, да, и странно, да, поэтому вопрос был в том числе Марии, поэтому Мария прошел. Есть что-то добавить, сказать по поводу такой дискуссии? Да, мне есть что ответить на вопрос, касательно разделяют ли украинца в экспертном кругу, без сомнения. В общем, нет. То есть это в Беларуси должно тоже четко понимать, что для украинца, который живет там условно под Киевом, ему, как сказал Евгений, ему все равно, в общем-то, кто пришел его убивать. Это человек из Беларуси пришел или это российские военные. Поэтому это сейчас, то есть если вы хотите это доносить, то это нужно делать, но, в общем-то, понимания такого нет. Это просто, чтобы было понятно. То есть даже если в экспертном среде это обсуждается, то, в общем, это будет звучать, как беларус и беларусы напали и они убивают. Никто не будет говорить о том, что это напали беларусы и убивают те, которые находятся на территории Беларуси, а хорошие беларусы, они это не поддерживают. То есть те люди, которые глубоко погружены и следят за теми трагическими событиями, которые развивались в самой Беларуси в течение двух лет, они, конечно, это все прекрасно понимают. И я в первую очередь от беларусов получила письма поддержки и слова поддержки, вот, как и многие, я думаю. Но в целом, в общем, понимание будет такое. Поэтому я не знаю, нужно ли проводить какую-то сейчас, если это уместно ли, и является ли это своевременным проводить сейчас какую-то коммуникационную кампанию, направленную на то, что убеждать украинцев, что это другие беларусы. Мне кажется, что здесь нужно направить все силы на то, чтобы работать с теми группами, как я, в общем-то, уже говорила, которые находятся в Беларуси и которые имеют возможность сейчас пойти и начать убивать, либо не пойти и, наоборот, вредить режиму и бороться с режимом, и использовать эту ситуацию, войну России с Украиной, как так же и для себя, ну, я имею в виду так же, чтобы и бороться с режимом Лукашенко, потому что это еще одна точка, которая может помочь его свалить. Поэтому, ну, мне кажется, что на это надо направлять силы, бороться с режимом и с теми силами, которые движут им, и теми силами, которые могут привести к тому, что в итоге такое физическое вторжение, я имею в виду буквально солдата в Беларуси, произойдет, моделируя ситуацию, завтра это произошло, пошли первые трупы белорусских солдат, поехали домой или остались лежать в полях Украины, как сейчас тут лежат россияне, из которых выкладывают буквы ЗИД наши военные. Что будут делать белорусы, которые не поддерживают? Есть ли у вас ответ на это? То есть, что вы будете говорить? Ну, какие-то простые вещи, которые уже сейчас можно спрогнозировать, что они будут, вот каким будет ответ? То есть, мне кажется, что тут у нас даже на короткосрочную перспективу вот можно было бы подумать и решить. У нас много, например, запущенных инициатив, которые направлены на белорусов с тем, чтобы их остановить от правопролития, чтобы они этот шаг не делали. А если он будет, какие будут шаги? Поэтому, ну, это нужно понимать. Что касается, и там еще вторая была часть вопроса, или я ответила? Нет, я думаю, в общем, да, ты ответила. Вот это, да, вы спрашивали или что-то еще? Да, собственно, я просто, понимаете, пытаюсь, значит, вот если эту логику применить, то можно было бы сказать, что и в случае с Украиной мы не можем разделять там Донбасс и тот, который, да, ДНР, ЛНР, это тоже украинцы, это все вместе. И тогда, как бы, вот все-таки, ну, мне видится такая логика. Я, с одной стороны, понимаю, но, с другой стороны, она не совсем справедлива. Я еще раз напомню, что белорусы погибли за Украину, понимаете? Я прекрасно понимаю, да. Я понимаю эту логику, когда это такой большой субъект, знаете, никто ничего не различает. Но все-таки речь не только о экспертах. Ну, давайте будем, не будем лукавить. Масс-медиа, нужно дать должное украинские, как раз-таки различают белорусов и белорусов. Граждане, как показывают опросы, интервью, пусть они, конечно, понятно, социология в условиях военного времени вещь очень надежная, но, тем не менее, мы видим, в том числе и в головах, значит, и украинцев, и украинок, они тоже различают тех и других. Мне кажется, все-таки это вопрос принципиально важный, с учетом как раз того, что такое вообще-то государство. Вот у нас, как сейчас, это государственная рамка и штамп в паспорте. Насколько этот индифляционный код вообще в данном случае как бы маркирует действительные сообщества, которые существуют и в Украине, и в Беларуси? Все-таки будем лукавить, да, как бы. Это две разные большие вещи. Мы имеем дело сейчас с государствами, у которых в Украине территориально оно изменилось за последние, да, но мы не говорим о том, что нет украинцев, там и там, да. И мы говорим о Беларуси, которая действительно оказывается вот в таком суспендированном состоянии государства, где тоже нельзя сказать, что у нас вот абсолютно идентичные общества и государства. Это какая-то конструкция, конструкт, который мы пытаемся в данном случае, по-моему, сохранять удобство ради, так сказать, в разных отношениях. Андрей, 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 спасибо, да, очень важная мысль. Просто у нас у некоторых спикеров пишут, что уже через 5-10 минут надо будет отключаться на следующие колы. И у нас есть еще вопросы в чате. Вот Валерий Иванович Карабалевич также хотел реплику, поэтому, пожалуйста, Валерий Иванович, вам слово. И у нас лежат еще есть поднятые руки. Уже время все заканчивается, поэтому давайте всех попрошу кратко, по возможности кратко. Да, я хотел бы несколько слов сказать по поводу того, как эта война повлияет на... Какие уроки, можно сказать, можно извлечь из этой войны и как она повлияет на мир, как она поменяет мир. Значит, несколько тезисов. Первое, подтверждение американского социолога Гансингтона о том, что вместо холодной войны начнется война цивилизаций. В данном случае мы имеем конфликт цивилизацией между цивилизацией российской и цивилизацией с Западом. Запада. Ну, а Украина здесь как бы оказалась в ситуации, когда она стала как бы элементом этой войны. Затем, до сих пор ядерное оружие было средством сдерживания. Сейчас ядерный порог понижается, и ядерное оружие может превратиться в реальный инструмент войны. И, как еще одно из следствий, это разрушает политику сдерживания, распространения ядерного оружия, о чем уже говорил господин Магда. Западное общество восприняло нападение на Украину как войну против западной цивилизации. И это событие можно сравнить с нападением на США 11 сентября 2001 года. Вот, отсюда и такая достаточно быстрая и эффективная реакция, я имею в виду экономические санкции, прежде всего. Затем, было много разговоров о том, что Запад потерял свою роль доминирующей силы в мире. Что либеральный порядок отошел в прошлое и так далее. Так вот, сейчас острый международный кризис привел к тому, что Запад показал свою силу, консолидированность, и может это стать импульсом для ренессанса западной цивилизации. Следующий тезис. События вокруг Украины показали, что все в большей степени современное общество, значит, роль экономик возрастает. Вот, и то, каким образом каким образом Запад отреагировал, каким образом ударил по экономике России, говорит о том, что роль экономики как фактор стилы резко возрастает. Спасибо. Да, спасибо, спасибо, Валерий Иванович. Действительно, важные тезисы. Так вот, я вижу, да, хочется слово Ивену Магдей, если он еще с нами напоследок про это, и в чате просили. Я, в любом случае, это сделал, но я, по-моему, сейчас Ивену уже видео не вижу. Если нет, тогда, в каком случае, Иоанна Ковальска поднимает руку. Да, добрый день. Не ведаю на белорусской, на русской, может, лучше на русской, вы не знаете, не ведаете, и все ведают белорусский. У нас 4,8 языка, да, пожалуйста. Я полка, но я працую с белорусами, я работаю с белорусами с 97-го, и, честно вам говоря, сейчас я просто немножко сошокирована, я подключилась и почула, что вот позиция стать в Беларуси позицией нейтральной, это будет какой-то внесок в безопасность Европы. Люди, если вы хотите делать имидж, хороший имидж или какой-то мирный имидж, просто делайте, делайте сами. Сколько людей, которые живут в Польше, белорусы, подключаются в какие-то акции, сколько людей ходят на демонстрации, почему об этом не слышно, может быть, их просто мало, это каждый сам за себе делает, сидеть и сказать, что просто вот мое государство такое, а другое, а мы не такие. Но если вы не такие, то что-то делайте. Дискуссия – это очень хорошо. Но сейчас я в Краке, я в Краке живу, здесь так забито, люди работают, я работаю на вокзале, каждый работает, делает все, что может. Я знаю мои подружки белорусские, и Ханна, и много других, они помогают, приглашают люди в свои квартиры. Тоже много белорусов отковывается в Польше. Ха и помогают, тогда украинцы это понимают, что вот, есть люди, которые нам тоже помогают. И неутральность, она уже окончилась. Извините, но какая неутральность? Тоже уже Швейцария, блин, доучилась до этого. И они тоже высказали, что думаете. Так что, sorry, может я не все слова сказала, как, нехорошие все слова сказала, но мне русский как-то не, но мне просто близко. Хорошо, спасибо, да, мы, мы, мы услышали тезис, да, и я полностью согласен. Да, спасибо. По поводу вот тех, кто прямо сейчас не только там дискутирует, а действует. Я думаю, например, там, да, вот мой друг Андрей Ткачев из Белорусского фонда медицинской солидарности, который прямо сейчас где-то из как раз с Кольши в Украину везет, да, вот этот самый мобильный полевой госпиталь для Украины. Он по очевидной причине не может быть с нами сейчас в доме, именно потому что действует. И тогда, наверное, нам дать слово Арсению, чтобы он мог пояснить, что, я так понимаю, под нейтралитетом, это не бездействие, а скорее, да, вопрос о присоединении, не присоединении красного военного блока, но скорее про это. Ну, в общем, да, поясни свою мысль, чтобы было понятно, о чем речь. Да, я же упоминал про нейтральный статус лишь в контексте вот новой архитектуры европейской безопасности, которая будет создаваться после конфликта. Беларусь не нейтральна в этой войне. Беларусь выступает стороной-агрессором с точки зрения международного права, хотя бы по факту предоставления собственной территории и не воспрепятствованию использованию этой территории российскими войсками. Поэтому, да, тут речь идет о том, что будет после и какую роль Беларусь может играть, иметь статус. Ну, мне кажется, что здесь, кроме как нейтралитета, но других опций и для Беларуси нет. Это точно не военно-политический союз с Россией или что-то другое. Да. Спасибо. Да, Да, тоже вот тех, кто скажет то, что Россия не говорила, я думаю, будешь не против, если я дополню, что вот тех, кто хочет подробнее почитать про эту мысль, вот на сайте Банк Идеи вышел, да, аналитический доклад от Ростопени и Павла Сленкина, где как раз еще идет о стратегическом военном нейтралитете на дату Беларуси на перспективу десятилетий, вот скорее, да, об этом может идти речь. Очевидно, что в этой войне уже сейчас нет нейтралитета, а есть соучастие, а в будущем нужны какие-то действия, в том числе, чтобы с этим всем справиться. У нас уже драматически заканчивается наше время, оно заканчивается и время нашего зума, и время у наших спикеров, и поэтому я хочу еще раз сказать большое спасибо всем тем, кто сегодня принимал участие в нашей дискуссии, большое спасибо всем тем, кто был спикерами, особенно из Украины, те, кто непосредственно находится сейчас под риском российских обстрелов, я думаю, мы сейчас говорили, все-таки у нас экспертный аналитический клуб, а не клуб эмоциональный, но не всякого сомнения, конечно, все наше сердце с вами, и я очень надеюсь, что как можно скорее война будет прекращаться, и как можно меньше будет жертв, поэтому спасибо всем, мы обязательно продолжим обсуждать, я думаю, и действия, скорее хотелось бы начать обсуждать уже не действия, а завершившуюся войну, и что делать дальше, но пока есть, как есть, поэтому еще раз спасибо, кто был с нами, слава Украине, и мира всем нам.